Здравствуйте! Наушники с костной проводимостью позиционируются производителями как безопасные решения для спорта. И в общем-то это логично, потому что если вы едете на велосипеде, либо же находитесь на пробежке, то ваши уши остаются открытыми. То есть вы слышите то, что происходит вокруг вас. И есть только одно маленькое, такое совершенно небольшое НО. Зачем в комплекте нужны беруши? Они необходимы для того, чтобы услышать музыку именно так, как она и должна звучать. Потому что если вы просто надели наушники и слушаете музыку, то это будет звучать ровно так же, как вы возьмете какие-нибудь вкладыши и расположите их недалеко от самих ушей. То есть именно не внутриканальные наушники, а вкладыши. То есть это не просто какой-то аксессуар, который начинает воспроизводить музыку, как только она касается непосредственно самой кости. Нет, они достаточно громкие и воспроизводят музыку, слышимую обычным нашим внешним внутренним ухом. И как раз таки, когда мы затыкаем уши, то характер звучания меняется абсолютно и полностью. То есть если мы просто надели сами наушники, то мы слышим высокие частоты, мы слышим середину, но низкие частоты практически и полностью отсутствуют. И даже несмотря на то, что здесь есть вибрация, которая вроде как должна их усиливать, это работает очень плохо. И как раз таки, когда мы затыкаем уши полностью, характер звучания меняется абсолютно и полностью. То есть низких частот становится очень много, середина все так же присутствует, а вот высоких частот практически нет. И это касается всех трех моделей. AS600, 700 и 800. Как раз таки по стоимости вы можете сейчас увидеться в долларах, в российских и в белорусских рублях сразу же. Сколько они стоят. И перейдем к тому, что их вообще объединяет. То есть это все наушники с костной проводимостью, что логично беспроводные. Но при этом в случае с AS700 здесь нет Bluetooth. То есть если 600 и 800 вы можете подключить к вашему смартфону и слушать музыку, то здесь такое не прокатит. Здесь есть своя память 4 гигабайта. И по факту этого будет достаточно, потому что битрейта в 256 килобит в секунду для этих наушников будет с огромнейшим, огромнейшим запасом. Поэтому как минимум 600-700 песен вы закачать сможете. И время автономной работы, как ни странно, у всех одинаковое, приблизительно 8 часов. В плане какого-то своего удобства, несмотря на то, что все три модели, точнее 700 и 800 отличаются от 600, то есть более современные модели стали немножко компактнее и выглядят более эстетично, что ли, по удобству идентично. То есть как только вы их надеваете, они не создают вообще никакого дискомфорта. То есть они сидят удобно, просто удобно. Да, здесь есть душка, которая никак не регулируется. И в моем случае они как раз таки сери замечательные и буквально немножечко болтаются. Но это все уже как такие нюансы. То есть это не критично. И если бы я бегал, я бегал, понятия несовместимые. То мне бы это никаким образом не мешало. И для меня это стало прям огромнейшим, просто огромнейшим. Но это сама вибрация. То есть она создается для того, чтобы усиливать низкие частоты. Но при этом первые две минуты, это прикольно. Это прям очень прикольно. Особенно если музыка богатая на низкие частоты. И вот все это вибрирует. Это так интересно. 20 минут, но это в принципе еще терпимо. Вот ну можно слушать. Но час, я не представляю, как можно просидеть в этих наушниках час и слушать при этом музыку. У меня не получилось. Возможно я какая-то неженка. И для меня это ненормально. Возможно в вашем случае вы будете слушать 3 часа и вам будет абсолютно все равно. Я говорю, как это было именно в моей ситуации. В плане зарядки очень странно это. Потому что в AS600 разъем microUSB, что в общем-то логично. А вот в 700 и в 800 уже используется магнитная зарядка. Но при этом она несовместима друг с другом, потому что это разные разъемы. Поэтому взять зарядку от 700 и зарядить ее в 800 не получится. Как бы вы этого не хотели. И подходим к самому главному. На мое мнение, для кого вообще созданы эти наушники? В первую очередь для тех, у кого есть проблемы со слухом. И для кого-то это единственная вообще возможность услышать музыку. То есть именно благодаря наушникам с костной проводимостью. И вот для них это будет естественно замечательный вариант, который оправдывает свои деньги. Потому что если вы спортсмен, либо же вы просто любите ездить на велосипеде и хотите слышать то, что происходит вокруг вас. То есть True Wireless вкладыши, которые не имеют вот этой вот дужки. Которые более удобные, компактные. Которые также полностью не закрывают ваш ушной канал. И вы также будете слышать какие-то дополнительные звуки. И это все намного более оптимально. И при этом не будет вот этой вот странной вибрацией. Если вы любите плавать и при этом вам важна музыка. То ну естественно 700 это будет крутой вариант. Да, потому что они водонепроницаемые. В них можно плавать, именно плавать. И конечно это будет правильным решением. Есть еще наушники подобного плана от Sony линейка WS. Там 263, 414, 416 и так далее. Это тоже крутой вариант. Есть еще у GBL подобные варианты. Именно обычных наушников не с костной проводимостью. А классические, которые вставляются в уши. Которые также водонепроницаемые. Их тоже можно использовать в этих целях. Но там с отзывами как-то все неоднозначно. И подводя какую-то черту. В общем-то я познакомился с этими наушниками поближе. Мне это было интересно. Сам по себе эффект. Когда в моем случае я не использовал непосредственно их. А использовал другие наушники. Просто для того, чтобы вставить их. И слышать музыку в наушниках с костной проводимостью. Но с низкими частотами. Я думаю, что смысл вы поняли. В общем-то все. На этом буду закругляться. Если какие-то вопросы у вас остались. То пишите в комментариях. А, ну и да. Единственное. Хотел бы еще так вот уточнить. Если вы просто слушаете наушники. Без каких-либо вставок. То есть просто на деле. И все. То они не будут звучать. Как какие-нибудь Monk Lite Plus. За приблизительно там 15-20 долларов. Они будут реально звучать хуже. Когда вы уже затыкаете уши. То естественно становится звучание поинтереснее. Но его невозможно как-то сравнивать с какими-то другими моделями. Потому что это совершенно другое звучание. Во-первых, отсутствуют высокие частоты. Поэтому это в любом случае уже плохо. Это очень плохо. Но при этом сцена она не совсем обычная. Потому что музыку получаешь не через ухо. А реально через кость. Это невозможно провести в аналогию с обычными внутриканальными наушниками. Но в любом случае они не будут звучать как хорошие проводные наушники за 30 долларов. Нет. Вот ну просто-просто нет. Поэтому это варианты не о качественном звуке. Это о каких-то причинах, которые вы для себя нашли. Которые для вас действительно важны. И при этом вы готовы пожертвовать хорошим звучанием. На этом я закругляюсь. Вам большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, дизлайки. И все. До скорых встреч. Спасибо. Ой, странно прозвучало.